На канале Россия доброе и полезное утро пятницы. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей программе мы расскажем и покажем, как совсем в юном возрасте можно стать настоящим начинающим журналистом. Можно снимать видеосюжеты о том, как живут и чем дышат твои односельчане. А еще совсем скоро в этой студии появится настоящий профессионал своего дела, мой замечательный коллега, который совсем скоро отмытит свой профессиональный праздник. Обо всем этом сразу после прогноза погоды на нашем канале. Не переключайтесь! В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-7, в горах минус 4-1, днем плюс 17-22 и местами до плюс 15. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем плюс 20-22 тепла. Мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас мне от всей души хочется сказать, говорит и показывает государственная телерадиовещательная компания «Карачаево-Черкесия». Именно так. Потому что сегодня в гостях мой замечательный коллега, руководитель службы информации, вернее, руководитель республиканского радио Умар Текеев. Умар, доброе утро! Доброе утро, Галина! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мне всегда было интересно, как у вас налажена обратная связь со слушателем и помогает ли эта связь в вашей работе? Спасибо за вопрос, Галина. Конечно, обратная связь – это очень важно, когда ты понимаешь, что есть отвлек, что твоя передача интересна радиослушателю. Чаще всего я заметил, что люди старшего поколения звонят, когда их интересует какая-то информация. Они смотрят с той точки зрения, что вот эта информация им полезна, они, соответственно, узнают. И потом в ходе общения мы понимаем, что мы хотели бы услышать вот это, а нам было бы неинтересно узнать о происходящих событиях в такой-то сфере. И мы уже понимаем, что человек не просто говорит о своих потребностях, он говорит о том, что ему интересно. А если мы не будем об этом рассказывать, тогда зачем существует в принципе это радио, если оно не отвечает потребностям радиослушателя? Конечно, возникает много вопросов. Очень часто звонят люди, говорят, мы хотели бы услышать старинные мелодии на национальных языках или песни старинные. Потому что мы привыкли, что вот это радио еще несколько лет назад, лет 10-15-20 назад, мы помним, как звучали вот эти концерты, вот эти трансляционные записи концертов. Это все, видимо, всплывает в памяти, и люди хотели бы еще раз освежить эти впечатления, эти воспоминания, еще послушать. Часто бывает звонят и сообщают о том, что вот эта передача нам была очень интересна, мы об этом не знали, но теперь мы обратим на это внимание. То есть человек, может быть, у всех свои потребности есть. Где-то человек хотел бы открыть свое дело, кто-то хотел бы, допустим, научиться играть на гитаре. Ну, то есть у каждого свое хобби. И вот в такие моменты ты понимаешь, что люди слушают то, что им интересно, и вот эти потребности, они либо меняются, либо они возрастают. То есть человеку было интересно сегодня одно, а завтра он переключился, и уже что-то другое его интересует. Ну, в целом, можно сказать, что вот этот отклик, звонки, они чаще всего положительные. Ну, когда-то практически во всех квартирах, во всех домах были радиоточки, да? И информация распространялась очень быстро и широко. Если говорить таким техническим языком, каков сегодня диапазон покрытия радиосигналом? Мы сами понимаем, что техника не стоит на месте. Техника, которая использовалась 10 лет назад, она уже сегодня не актуальна, потому что она... Ей на смену пришла уже другая, более современная. То же самое здесь касается и вот покрытия. Сегодня, как нам известно, это, в принципе, почти все 100%. То есть мы покрываем почти всю республику, может быть, за исключением каких-то населенных пунктов, но это чисто имеется в виду географическое расположение, может, где-то. Иногда даже за пределы Карачаева, Черкесской республики мы достаем своим этим. Наш сигнал достает определенные участки Ставропольского края. То же самое, как, допустим, Ногайский район, они частично могут поймать или раньше ловили, по крайней мере, Ставропольские какие-то радиостанции. Ну и, в принципе, и здесь у нас иногда такое бывает. То есть сегодня покрытие есть по всей республике. Радио России вещает в каждом уголке нашей Карачаевой-Черкесии. Я сегодня не могу не сказать, что на радио работают потрясающие специалисты, уже много лет. Недавно наша съемочная группа побывала в Ногайском ауле и Конхалк, где наша с тобой коллега создала по инициативе директора школы вот такую студию школы для начинающих журналистов. Я тебе должна сказать, там очень здорово, давай посмотрим. Да, замечательно, давайте посмотрим. Им не больше 12, и уже год эти ребята занимаются в студии журналистики, созданной в ауле и Конхалк Ногайского района. Карл Гаш в переводе с Ногайского языка означает «ласточка». Так было решено назвать новое детское объединение, где ребята познают не только азы современной журналистики, но и осваивают все хитрости, так сказать, телевизионной кухни. Инициатором создания телевизионной такой студии детской, конечно, была наш директор Иконхалкской школы Фатима Тимиржана Унаджева. Еще года три назад она вот разговаривала со мной, поделила свои идеи вот о создании детской студии телевидения. Было страшноватенько, потому что, несмотря на свой опыт, что я и радио, и тележурналист, с детишками работать всегда как-то, но тем не менее, все равно сомнения были. Сомнения быстро улетучились, потому что дети удивили опытного журналиста радио и телевидения своей открытостью и искренним желанием научиться чему-то новому. Этим и вдохновили Алимат Матакаеву на создание, если уж до конца говорить телевизионным языком, контента о своей школе, о своих одноклассниках и о многом другом. Нам школа на журналистике очень нравится, мы здесь учим себя многому учим. Допустим, снимать с разных планов, с разных ракурсов, учимся монтажу, также узнаем много чего нового. Мы снимаем о своем народе, о школе, так как мы школьное детское телевидение. А какие ты знаешь планы, скажем, по крупности? Крупный план, общий план, средний план. Здорово. А какая еще терминология тебе вот стала знакома? Ну, есть то, что перебивка. Для более интересности сюжетом нужно снимать с разных ракурсов, вставлять перебивки разные. Здорово. Тебе интересно заниматься? Да, мне очень нравится заниматься. На твой взгляд, какими качествами должен обладать современный журналист? Ответственность, умение грамотно писать, быстро перестраиваться на другую тему. Вот как минимум, что должен знать начинающий журналист. Каким предметам школьным нужно придавать особое значение для того, чтобы стать хорошим журналистом? Ну, если мы ведем по-анагайски, то надо родной язык и родная литература. А если по-русски, то русский, литература и математика. А тебе нравится вот работать журналистом на родном языке? Да, мне очень нравится. Вот и прозвучала ключевая мысль – нагайский язык. Все сюжеты, которые готовят ребята, создаются на родном нагайском языке. А ведь проблема сохранения родных языков в Крачаевой Черкесии стоит очень серьезно. И если к ее решению подключится молодое поколение, то все еще можно будет исправить. Как ты думаешь, вот занятия ваши в этой студии, они помогают сохранять родной язык? Да, потому что дети сейчас забыли свой родной язык. И приходя сюда, мы начинаем заново его развивать и хорошо разговаривать на нем. Мы часть своего народа, в первую очередь. Все, что касается народа, все, что какие-то новинки книжные, детские, все мы это, конечно, освещаем. И детям интересно на родном языке. Потому что сейчас, к сожалению, и об этой проблеме мы все знаем. Проблема языка у нас стоит очень остро. Это не только у нас, у нагайцев, но и это касается всех народов нашей республики, всех малых народов. Мы потихоньку, к сожалению, теряем язык. И на это сейчас нужно делать упор большой, потому что еще не поздно. Еще есть надежда возродить, сохранить то, что мы имеем. Глядя на этих детей, как они начинают разговаривать, как они начинают вести, и мне ощущение такое, что возрождается потихоньку язык, сохраняется потихоньку язык. И надежда есть на то, что мы все-таки, уникальность нашу, которая, естественно, к нам идет вместе с языком, мы это сохраним. Грамотно писать, монтировать, выставлять свет, подбирать ракурс – это все телевизионная кухня, в которой вариться ребят учит опытный специалист. А еще улыбаться. Открыто, искренне. Ведь кто лучший анимат Магомедовны знает силу такой улыбки? Мы всегда работаем вместе, всегда друг другу помогаем. Тебе вообще хочется и дальше продолжать развиваться в плане операторского искусства? Сейчас, да. Но, может быть, потом подумаем. За небольшой промежуток времени ребята сняли не только информационные сюжеты, в которых рассказывали о жизни родного аула, в их арсенале появился еще один интересный проект. Зарин, вот вы кроме сюжетов своих снимаете еще замечательный проект, который связан с кулинарным искусством нагайцев, не побоюсь вот такого заявления. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте. У нас есть еще один проект. Его называем мы «Туздам». Перевод его «Приятного аппетита». Мы там готовим разные блюда. В ближайшем выпуске буду готовить я. Я буду там готовить сёк. Это нагайское национальное блюдо. Но это очень сложно готовиться, и мне будет помогать моя мама. А как же знаменитый нагайский чай? Куда же без него? Я умею его готовить, но еще больше я люблю его пить. Только в том случае, если сам любишь дело, которым занимаешься, ты можешь привлечь к нему внимание детей. И если уж не заставить его полюбить, то как минимум заинтересовать. Это давняя и простая аксиома. И когда на свой вопрос ты получаешь подобный ответ, удивляться не приходится. Алимат Магомедовна, я во всем хочу быть похожей на нее, хочу работать, как она. Как любой педагог, который растит детей с определенного возраста, такого небольшого еще, он потом переживает, что дети вырастают, и как ласточки тоже улетают из своего гнезда. Вот какие перспективы у твоей школы, у твоего объединения? Что бы ты хотела еще сюда привнести, внести, чтобы дело начатое тобой не замерло, как частенько у нас бывает, чтобы вы развивались, и те цели и задачи, которые ставишь ты, и директор школы, чтобы все-таки они выполнялись со временем и вышли на более высокий уровень, наверное, о котором ты мечтаешь как журналист. Мне кажется, что сейчас главная наша цель – это привлечение внимания. Это вот внимание, привлечь внимание детей, а это внимание мы уже видим. Сказать, что сейчас эта студия только школьная, я уже не могу, потому что мои коллеги меня очень сильно поддерживают из других регионов. Есть уникальный проект нашего великолепного талантливого журналиста Эмира Утивалиева, называется «Изучение нагайского языка с гиреем». Мы тоже это даем. Все наши журналисты, наши национальные журналисты, наши операторы, мои коллеги, они все поддерживают. Буквально недавно я очень благодарна моему коллеге Олегу Майлхожеву, он подарил целый комплект петличек. Ты сама знаешь, что это такое, для нас это бесценно. Он говорит, я увидел, что у вас проблемы со звуком, давайте я вам подарю. Подарил. Эмир Утивалиев дает свой проект, пожалуйста, используйте. Асан Найманов, он говорит, давайте, мы все это будем печатать на страницах маме-таки. То есть поддержка есть со всех сторон. И, конечно, руководитель школы, она настолько, как сказать, болеет, радеет душой за все это, она говорит, вы только скажите, я все сделаю. Вот что-то нам надо, хромакей, казалось бы, детская студия телевидения, тем не менее, все закупили, все есть, вся, я не знаю, и видеокамера, и уже и петлички, и задник наш, да, и хромакей, у нас все есть, все условия есть. Главное – это внимание. Главное – это, чтобы, да, дети будут вырастать, уходить, но чтобы привлечь еще больше, нам нужно работать постоянно. Это система, это нельзя бросать это дело. И мне кажется, что если дети на экскурсии будут ходить, на языки разговаривать, вот по крупицам собирать, допустим, в тех же домах с нашими бабушками общаясь, с нашими старшим, с нашим поколением общаясь, я думаю, что все это можно возродить. И в будущем, конечно, у меня только одна цель, чтобы как можно больше наших детей разговаривали на родном языке. Это самая-самая главная цель, я так думаю. Сохранение культуры, языка, обычаев, традиций, все начинается с языка. Как только мы теряем язык, все остальное распадается, как карточный домик. Все, что сегодня делают ребята в студии журналистики, видят и оценивают их земляки. А любая оценка, как известно, дает стимул до дальнейшей работы, движения вперед. Людям очень нравится. Вообще детская тематика, она всегда востребована. Когда дети сами, дети о себе, о детях, делают материалы, готовят передачи, готовят сюжеты. Это всегда интересно. Но самое главное, вот у нас вообще уникальный аул, потому что мы сейчас работаем в ауле, да. Настолько серьезно они относятся к этому делу, настолько трепетно относятся они к этому труду детскому, да. То, что они таких воспринимают, они готовятся. Взрослые люди, казалось бы, вот буквально недавно мои детки были в гостях в садике, в детском саду. И вот эти воспитатели, они настолько готовились, они приготовили там, я не знаю, всякие утренники. Дети были готовы, выучили, готовились, рассказывали. И так их встретили, как взрослых. Потому что на самом деле это их труд, это труд, и дети хотят, чтобы их оценивали, хотят к себе уважительного отношения, уважать себя, свой труд. Поэтому настолько я благодарна и руководству школы, конечно, которые поддерживают, и своим односельчанам, которые вот так воспринимают это все. И поддерживают, и родителям, конечно, они относятся очень серьезно ко всему этому и понимают, что действительно все наше будущее это в детях. Вот все, что мы сейчас в них вложим, это потом будем сами же получать. Ну что ж, племя молодое, незнакомое. Нам так вас не хватает. Идите вперед, набирайтесь опыта. И как знать, жизнь, она такая непредсказуемая. А время бежит так быстро. Как тебе сюжет, как тебе дети? Галина, ну, если честно, радует, что дети такие есть, что они с интересом вообще реагируют на это, что им это интересно, что они понимают, что вот это есть работа, что дальше они могут точно так же стать такими же журналистами, как наши коллеги. Скажи, пожалуйста, если говорить о каких-то новшествах, о каких-то новых проектах, что-нибудь в этом ключе делаете вы? Мы ежегодно стараемся подключаться к каким-то проектам, не только на русском языке. Одно дело, когда мы рассказываем о каких-то событиях, мы создаем какие-то рубрики, которые в эфире проходят, но в то же время думаем над тем, как заинтересовать радиослушателя и в то же время дать ему какую-то полезную пищу. Вот буквально недавно мы закончили свой совместный проект, ну, первую часть его можно сказать, совместный проект с Банком России, это отделение в Карачаево-Черкесии. Мы, наша организация, телерадиокомпания и Банк России запустили социальный проект по переводу аудиолекции по финансовой грамотности на национальном языке. Ух ты! 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 Ух ты!